Раньше, когда я представляла себе материнство, то думала, что я буду гулять по парку с коляской, буду попивать латте, и моя такая самая большая забота будет о том, какую одежку красивую и милую купить для своей дочки. Но вот, как оказалось, материнство это немного сложнее. Например, моя дочка отказалась ездить в коляске латте, мне очень редко удается попить еще горячим. В общем, я поняла, что материнство это одна из самых сложных работ, которые у меня когда-либо были, но надеюсь, что я с ней таки справлюсь, и мне удастся вырастить хорошего человека со своей дочки, ну или хотя бы не испортить этого человека, что у меня уже есть. Кто же, кто же, кто же, кто же, песенку поет. Если сравнивать, например, новин у прямого эфира и материнство, то введение новин, как на меня сейчас, было простейше. Планували милую очень ответственно, очень хотели дитинку, и когда узнали, я даже не поверила, что там две смушки на тесте, человек сказал все так, две точно будет. В принципе, я только этого два года подряд вставала в 4-5 утра, невесты, выпускницы, прически, макияжи. Тут стало сложнее, когда там ты встаешь в пятницу, в субботу, ну, в воскресенье, а тут каждый день. Поэтому очень сложно было к чему-то такому приспособиться, настроиться. Сейчас уже год. Я уже научилась высыпаться, когда мне надо 45 раз за ночь проснуться, 350 раз за ночь перевернуться со стороны в сторону, поправить, укрыть, раскрыть, покормить. Вот в таком вот режиме ты и живешь. Это было, конечно, заплановано, потому что мы давно уже планировали другую дитину. У нас так вийшло, что у нас между детьми велика разница в веке, 18,5 лет. Но все равно я не уявляла, что это будет именно так. Потому что, например, когда я пошла в журналістику, сын был уже старший, уже дорослий, ему уже было 15 лет, и я могла присвячивать час собі, встречаться с друзьями, могла нормально отдавать себе работе, развиваться, и мала вольный час. З'является бабик и говорит, что, мамуня, теперь я буду центром твоего Всесвіту, и ты теперь будешь моим вихором, и будешь крутиться вокруг меня. Не свет будет вокруг тебя крутиться, а ты будешь вокруг меня. И это, так, до этого, некоторый час звикаешь, намагаешься звукнути, важкувать, звичайно. А потом в какой-то момент ты усведомлюешь, что это тут и сейчас, это, на самом деле, это главное, что в жизни самое ценное. И, мабуть, для чего ты народилась быть женщиной. И из этого момента как-то становится значительно простейше, и ты начинаешь цінувать каждую мить, яку ты проводишь с дитинкой. Так, праця, там, работа, все это будет, она никуда не динется. Все одно будут там те же самые комментарии за деякий час, там, и те же самые студии, записи, съемки и все інше. Раньше я так немного опасалась, что я растворюсь в материнстве и не буду реализовывать себя еще в творческом плане. Для меня это было важно, реализовывать себя. Но, как оказалось, материнство и профессия могут и существовать вместе. Но гораздо легче совмещать материнство и работу, когда есть поддержка. Я не знаю, не представляю, как бы мне удавалось себя реализовывать еще в какой-либо сфере, кроме материнства, если бы у меня не было семьи, которая меня поддержит. В общем, когда есть поддержка, намного легче совмещать материнство и работу. Я думаю, что моя профессия мне немного помогла в материнстве. Почему? Потому что я могу структуровать информацию, знаю, где ее найти. Из некоторых джерел найти то, что на самом деле мне подходят. Конечно, я планирую вернуться к журналістике. Это та профессия, до которой я долго ищла. И то, что мне нравится. И я думаю, что, конечно, вернусь. После того, как я стала мамой, я по-другому совсем смотрю на других мам. Я даже скажу, что я больше стала понимать свою маму, если когда-то еще... Ну, возможно, многие через это проходят, были какие-то обиды или недосказанности, то сейчас я во многом ее стала понимать. И это очень ценно для меня. У нас очень любят танцевать. Работает это очень хорошо. Всегда, всюду, если слышит музыку, позволяет нас танцевать вместе с датом. У нас дата играет на гитаре, на укулеле. Вдома она это тоже очень любит. Мне кажется, она это уже работает лучше, чем... Не скажу, что дата, но лучше, чем я, это точно. Так. Как-то меня одно время начало преследовать имя Полина. Везде, просто. Там Полина, там Полина. Целыми днями Полина думает, да что ж такое. Ну, мы как-то, ну, особо у нас не играла никакой роли. Мальчик, девочка. Ну, малыш и малыш, классно. Я на УЗИ пошла. Мы запланировали съемку, фото, видео. Она мне написала, на съемки открыли. Там же ж парень. И вместо Полины у нас получился Артурий. Ты будешь убивать от нас? Все, ты пошла? А куда? Маши, тетя. Маши, тетя.